Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Music Market, а это значит, что впереди очередной обзор цифрового пианино. Мы продолжаем знакомиться с инструментами китайского производителя NUX, некоторые из них уже попали в наши обзоры, и сегодня поговорим о модели WK310. NUX WK310 – это корпусное цифровое пианино начального уровня, обладающее достаточно стильным минималистичным дизайном. Инструмент очень компактен, он выпускается в белом и черном свете, и благодаря этому способен без труда вписаться в современный интерьер. В отличие от подавляющего большинства корпусных пианино, крышка клавиатуры в данной модели не выдвигается, а открывается. Пюпитр не устанавливается сверху, он откидывается, как в традиционном фортепиано, что позволяет существенно сэкономить пространство. Глубина инструмента составляет всего 33 сантиметра, правда весит он не так уж мало – 39 килограммов. WK310 – полновзвешенная полноразмерная клавиатура из серии WKG, разработанной специалистами компании в 2019 году. 88 клавиш с имитацией градуированной молоточковой механики, имеют матовое пластиковое покрытие и приятно ощущаются под пальцами. В нижнем регистре они зажимаются с большим усилием, чем в верхнем, что делает исполнение более аутентичным. В пианино предусмотрено три уровня чувствительности клавиатуры, которые позволяют гибко настроить инструмент под индивидуальную манеру игры. В случае необходимости чувствительность клавиш можно отключить. Звучание WK310 было очень тщательно проработано. В данной модели используются фирменные звуковые движки French Dream 5704 DSP и French Dream 5708 DSP. 3D-самплирование немецкого рояля Steinway, пятиуровневое стерео-самплирование на разных уровнях динамики, а также технология имитации симпатического резонанса. Количество голосов полифонии в этой модели – 180. На словах все это впечатляет. Давайте же послушаем звучание. Музыка 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 Так звучит рояль при стандартных настройках. Но помимо него в WK310 еще 127 встроенных тембров различных инструментов, плюс один набор ударных и перкуссий, переключаться между которыми можно при помощи кнопок Up и Down, расположенных над клавиатурой. Проработаны они, конечно же, не так тщательно, но, тем не менее, способны существенно разнообразить исполнение. Для дополнительной обработки в пианино есть эффекты реверберации и хоруса. Кроме этого, в режиме Dual Voice можно наложить два тембра друг на друга, а в режиме Dual Keyboard и Dual Piano можно разделить клавиатуру на две части, для того, чтобы задать каждый из них свой тембр или воспользоваться одним инструментом для игры дуэтом в одинаковом регистре. Точка для разделения клавиатуры сдается вручную. Точка для разделения клавиатуры Точка для разделения клавиатуры Точка для разделения клавиатуры Как и во многих пианино, в WK310 есть 52 встроенные демо-композиции, а при желании можно записать и собственное исполнение во встроенную память, только одну песню. Из стандартных функций тут также есть встроенный метроном и возможность транспонирования на любой интервал, вверх или вниз, в пределах одной октавы. Как и акустическое фортепиано, данная модель оборудована тремя педалями. Сустейн – правая педаль, которая продлевает звучание всех нот, пока вы ее не отпустите. Софт – левая педаль, которая, говоря простым языком, делает общее звучание тише и мягче. И демпер – это средняя педаль, она удерживает звучание только тех нот, во время исполнения которых была зажата. Отдельно хочу отметить, что педаль сустейна поддерживает режим полунажатия. Еще одной крутой фишкой WK310 является встроенный модуль Bluetooth. Он предназначен для подключения к инструментам смартфона или планшета и использования фирменного приложения NUX PianoMate. Это обучающее приложение, доступное для устройств на базе iOS и Android. Оно позволяет в интерактивной форме изучать новые произведения и повышать уровень владения инструментом. Основные возможности рассмотрели, давайте перейдем к интерфейсу управления. Как я уже упоминала ранее, основные функциональные кнопки расположены над клавиатурой. Тут же находится регулятор громкости и небольшой дисплей. Для настройки дополнительных функций используется сочетание одной из кнопок и одной из клавиш. Большая часть разъемов находится под корпусом инструмента. Тут есть вход для адаптера питания, разъем USB-TiB для подключения инструмента к компьютеру и передачи данных в формате MIDI, линейный вход и линейный выход с парой разъемов RCA, а также вход для блока из трех педалей. Выходы на наушники, а их тут два, расположены под клавиатурой. Один выход выполнен в формате джека, второй в виде мини-джека. WK310 – два динамика диаметром 4,5 дюйма и два усилителя мощностью по 10 Вт каждый. Этого однозначно хватит для домашнего музицирования. Ну что ж, основные функции мы рассмотрели, теперь самое время подвести итог. Цифровое пианино WK310 однозначно заслуживает внимания. По большому счету оно не имеет аналогов своей ценовой категории и может стать отличным выбором для тех, кто рассматривает именно корпусный инструмент для самостоятельного обучения или занятий в музыкальной школе. Через динамики при стандартных настройках тембра рояля лично мне звучание показалось глуховатым и не очень сбалансированным, но это можно исправить, изменив настройки чувствительности клавиатуры. Ну и, конечно же, звучание штука очень субъективная, отталкиваться стоит только от личных ощущений. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если это видео вам понравилось и было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока и до встречи на канале Music Market.